Всем привет, друзья! С вами Мортит. И сегодня мы поговорим о том, как же тренировать свою стрельбу. Тренировка стрельбы. Также это называют АИМ-трейнинг. Надо разобраться сразу с термином. Потому что многие, когда слышат термин АИМ, они сразу думают о читах. Да, это печально. Это очень печально, что народ настолько-настолько вообще не интересуется вопросом. Ну ладно, это не важно. АИМ это ваша способность быстро и очень-очень точно наводиться. То есть сочетание реакции и мышечной памяти. То есть мышечная память это когда у вас прицеливание уже на уровне рефлексов. То есть это автоматика у вас. Рука сразу знает сколько ей надо проехать, чтобы точно-точно в эту точку встать. Примерно в эту область. И уже можно стрелять. Это мышечная память. Ну, с реакцией все понятно. И также какие существуют вообще методы тренировки этих свойств, этих качеств. То есть реакции и мышечной памяти. Самая лучшая тренировка это, конечно же, игра на мясорубочке. Это классика. Так тренировались? Ну, наверное, всегда. Еще со времен Дума, Квейка, первых версий КС сразу начали думать, что-то придумывать. Как бы потренироваться? И всегда ответ всегда был один и тот же. Самая лучшая тренировка это мясо. Если вы еще плохо стреляете, играете, да. Я вам хочу сказать сразу, что не надо идти вообще на тактику. Не нужны вам никакие кланы. Ничего. Этого не надо делать. Это только будет мешать. Это только будет тормозить. Играйте в мясо. Вот это самое главное. И применяйте еще те методы, о которых я сейчас скажу. Вообще, например, в контре, если вы на каких-то форумах зададите вопросы. Почему у Контра? Потому что там народ наиболее, скажем так, интересуется этими вопросами. Контра, Квейк. Ну, в Warface, в Call of Duty, в Battlefield, как бы, ну, народ особо вообще не заморачивается. Как им играть и так далее. И плохо владеет многими вопросами. И в основном те, кто побеждает в матчах, они-то как раз все знают, все умеют. А большинство не в курсе, как это все делается. Итак, вам дадут ответ такой на форуме, что перед тем, как идти на какие-то тактики, играть в каких-то кланах, там, и так далее, и тому подобное, отыграй-ка ты, парень, тысячу, а то и полторы, или две тысячи часов на мясе. Это вполне нормальный, скажем так, закономерный ответ, да. Такой вам совет дадут. И, в общем-то, будут правы. Ну, в Warface, скажем, наверное, профи не играет столько на мясорубках. Ну, тут все понятно. Это те люди, которые уже отыграли не одну тысячу часов на таких режимах, в других играх до этого. И, в общем-то, вся эта мышечная память, все это у них, все это у них есть. Все это они прекрасно знают и умеют. Настроили такую же чувствительность, как в предыдущих играх, и нагибают. Но, давайте ближе к делу. Мы поговорим о трех составляющих классической тренировки ежедневной. Первое. Флэш игры. Второе. Это тренировка изолированная мышечной памяти. И третье. Мясорубка. И давайте начнем с флэш игр. Покажу я это на примере самой популярной, во всяком случае, в СНГ, игры Mission Red. Также есть сайт AIM400KG. Но AIM400KG более сложный и не всем нравится. Я ограничиваюсь, когда играю. А вообще, на самом деле, я редко играю во флэш-игры. Это Mission Red. Найти ее можно на сайте Natus Vincera. Украинская кибиспортивная команда такая. Давайте посмотрим, как это делается. Вот мы в игре. Игра Mission Red. И вот, собственно говоря, сама тренировка. На первый взгляд, весьма простая. Но когда вы сами будете играть, вы поймете, что да, напряжение это еще то на самом деле. Хочу дать пару советов. Главный совет, это, конечно же, стрелять в мишени, которые растут. Желательно стрелять в самые большие, которые есть сейчас на экране. Почему? Потому что психологически очень сложно стрелять в мишень. Даже если она достаточно большая, если она уменьшается. Вот тут можно легко промахнуться. Конечно же, главное здесь не результат конечный. Главное разогреться. Но, тем не менее, это может вам помочь. На высшем пилотаже, скажем так, когда вы очень хорошо научились. Но это для тех, кто хочет бить какие-то рекорды. Там регистрируется на сайте. Я, кстати, тоже зарегистрирован. Да, но что-то не особо играю. Но суть не в этом. Суть в том, что они-то уже не смотрят, какие мишени большие и маленькие. Они просто бьют все подряд. Я сейчас какое-то тут занимаю. Ой, не знаю. Даже сейчас посмотрим в конце, какое там место я в топе занимаю. Наверное, 80 какой-то или 70 какой-то я был. То есть, ну, сотни лучших игроков в эту игру я вхожу. Вот. Что вполне, я считаю, хороший уровень. Итак, вот так мы расстреливаем мишени. Мишени с надписью НАВИ. НАТУ СВЕНЦЕРА. Это вот они добавили. Такого раньше не было. Вот, видите. Они дают, по-моему, сразу 5000 очков. То есть, бонус. Их желательно всегда сбивать. Я всегда сбиваю, когда они появляются. Промахи, по-моему, ничего не отнимают. А, нет, отнимают, по-моему, 1000 единиц, 1000 очков. Попадание, по-моему, засчитывается 1000 всегда. Также есть разница, учитывается, как быстро вы стреляете по мишеням. То есть, промежуток между сбиванием мишени и так далее. И, по-моему, в конце какой-то бонус маники даются. Это уже не столь важно. Опять же, нам главное разогреться. И вот где-то, как сейчас я на 9, 8, 10 уровне, вы почувствуете, что вам очень тяжко. Что кисть начинает иногда даже затекать в начале, если вы первый раз играете. И это замечательно. Это тренирует ваши мышцы. Тренирует ваши сухожилия. Тренирует вашу реакцию. Вам надо очень быстро реагировать. Сейчас у меня очень хорошо получается играть, как видите. Вот эту игру я отыграл. И у меня, по-моему, будет в конце всего 2, 3 или 4 промаха. То есть, это очень хорошо. 99% попаданий. Это здорово, я считаю. Вот, как видите, хорошо я успеваю. Хотя играю очень редко. Но, в общем-то... Вот, 587 тысяч. Замечательно. Очень и очень хорошо. Итак, я занимаю 85 место из 2064 со счетом 578 тысяч. По-моему, очень достойно. Особенно, если учитывать, что я отыграл, наверное, ну, может быть, всего игр 20-30 за все время. И больше я не играл в эту игру никогда. Может быть, однажды мне захочется. И я побью все свои рекорды. И, возможно, даже войду в топ игроков. Это вполне реально сделать. Ничего сверхсложного я здесь не вижу. Но, с другой стороны, и не вижу большого смысла. Так что, может быть, когда-нибудь. Итак, поиграли мы во Flash игру. Поиграли 5-6 раз. Я думаю, вполне хватит. То есть, ну, до получаса максимум. Это вот, это уже, наверное, там сколько? Ну, игр 8-10 получается, да? Я думаю, больше не надо особо. Так, 4-5 игр. Поиграли. Рука устала. Кисть уже. Все чувствуете, да? Запарились вы в нее. Играй. Хорошо. Разогрелись. Прекрасно. Хорошим результатом, я напоминаю, будет от 500 тысяч и выше. Это результаты топовых игроков. Есть, конечно, монстры, которые настолько заморачиваются Flash играми, что бьют больше миллиона. Но 500 тысяч и больше, это вполне достаточно. Если вы будете выбивать миллион или будете выбивать 500 тысяч, то не факт, что вы будете играть лучше. Поэтому 500 тысяч и чуть-чуть больше, это уже достаточно. Это очень хорошо. Это круто. Вторая часть. Это тренировка мышечной памяти. Будем тренировать свою память. Рывки, точное наведение на голову и снайперскую стрельбу. Ну, в зависимости от того, каким классом или с каким оружием, чаще всего, в той или иной игре вы играете. Давайте посмотрим на примере Warface. Итак, мы на полигоне. Ставим прицел в центр. Это тренировка за медика. И руками резкими стреляем. И после каждого выстрела возвращаем прицел обратно в центр. Вместо мишени. Это тренировка мышечной памяти. Мы приучаем руку к быстрым движениям, к определенным усилиям для достижения результата. То есть, чтобы вот в эту мишень, в эту область попасть, надо с центра настолько двинуть, настолько и так далее. И ваша рука запоминает эти усилия. То есть, тренируется ваша мышечная память. Это очень важно, особенно при игре с дробовиками, потому что там часто целиться нету времени. Надо быстро, четко убить противника одним рывком. Второе упражнение за медика. То же самое, но на первый взгляд. Здесь мы не возвращаем прицел в центр, а просто стараемся достаточно быстро, если получается-то рывками, стрелять как можно более далеко расположенные друг от друга мишени. Ну, конечно, берем первые четыре мишени за основу, потому что это как раз дистанция медика. Это та же тренировка мышечной памяти, но рывки здесь более большие. То есть, это большие рывки мы тренируем. Они сложнее, но они вам тоже понадобятся, если вы часто играете с дробовиками. Вот таким образом тренируем большие рывки. Тренировка, если вы играете много снайпером. Я предлагаю использовать своеобразный треугольник. Одна из правых мишеней, верхняя мишень, левая крайняя мишень и одна из центральных мишеней. Выбираем рандомно, как хотим. Прямо на лету соображаем, в какой бы сейчас стрельнуть. И стреляем. Опа, в правую. Опа, в одну из центральных. Опа, в левую. Опаньки, в верхнюю. В правую. А давайте сразу в левую крайнюю. Вот так. То есть, не какой-то алгоритм, а более-менее так вот. Хаотично. Используйте подкаты. Это также очень полезно. Тренируйтесь стрелять в подкате. Вообще, придумывайте что-то свое. Выход из-за угла можно потренировать снайпером. Опять же, подкаты. То есть, сбивайте не все подряд мишени, а выбирайте так, чтобы вам пришлось менять направление. За штурмовика и инженера это главное. Это, конечно же, стрельба в голову. Поэтому тренировать предлагаю именно ее. Стрельбу я вижу тренировку примерно вот так. Выбирать лучшие мишени через одну, то есть в эту, потом через одну в эту и так далее. Это позволяет вам тренировать точное прицеливание со сменой далеко расположенных целей. Вот такая тренировка на полигоне. Потренировали мышечную память и можно идти на мясо. Ну, как играть на мясе, я думаю, особо даже и объяснять-то не надо. Мясо, оно и есть мясо. Берете оружие и идете нагибать. Ну, либо наоборот, как получится. Ну, не суть. Главное играть, 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 тренироваться и все у вас получится. Однако, как вы видите, это еще не конец видео. Почему? Потому что я уже говорил, что я редко играю во флэши игры. И тут, наверное, многие спросили себя, а почему? Неужели только в мясо? Ну, нет. Не только мясо. До того, как приступить к нагибу в той или иной игре, я тренируюсь своим методом. А для этого я использую, как ни странно, Counter-Strike Global Offensive. Но не саму игру. Я не играю в контрол, практически. Я не любитель этой серии игр. Но, не важно, чего я любитель. Я использую карту, которая называется Training AIM CSGO 2. Это великолепный тренажер. Вся суть в том, что в Counter-Strike настроить такую же чувствительность, как в вашей игре, в любой игре, в любом шутере, не составляет никакого труда. В Counter-Strike настраивается все. Чувствительность с точностью до миллиметра. Прицелы, какие хотите. Акселерация любая. Чувствительность зума с оружием. Настраивается вообще все. То есть, вам надо просто настроить точно такую же чувствительность, как в вашей игре. Один в один такую же настроить. Миллиметр, миллиметр. Ну, либо там с небольшой погрешностью. В общем-то, не важно. Такую же настроить в Counter-Strike Global Offensive. И использовать одну карту для качественной тренировки. Когда вы увидите, вы поймете, что, по сути, это практически та же флеш-игра. Тоже такие же кругленькие мишеньки появляются. И вы стреляете, стреляете, стреляете. Все замечательно. Но есть один такой нюанс, за который я и люблю именно этот тренажер. И именно поэтому я тренируюсь полчаса перед игрой в какую-то игру. Я тренируюсь именно в нем. Дело в том, что это сочетание флеш-игры, то есть тренировки реакции. И одновременно вместе с этим, это тренировка мышечной памяти. Потому что вы тренируетесь не с чувствительностью мышки в Windows, да, там вот стреляете. А вы тренируетесь со своей чувствительностью. И это уже совсем другая кухня, ребята. Давайте посмотрим, как я это делаю. Итак, друзья, вот мы в стиме. Вот у нас Counter-Strike Global Offensive. Мы на нее нажали. И у нас есть такая кнопка «Посмотреть мастерскую». Ну что ж, давайте посмотрим на эту мастерскую. О, сколько всего интересного. Здесь надо, чтобы стояли карты. Они по умолчанию стоят. Вот здесь вбиваем следующее. АИМ тренинг. Так. Все правильно. И нажимаем на поиск. Опа. Смотрите, сколько карт. Но на самом деле, для того, чтобы тренировать тот АИМ, который будет использоваться во всех играх, нейтральный АИМ, нам больше всего подойдет либо вот эта, либо вот эта карта. На самом деле, это одна и та же карта, только в разных тонах. У меня вот эта светлая, я ее использую. Ну, сегодня давайте я покажу на примере темной карты. Нажимаем на нее. И вот тут есть такая кнопка «Подписаться». Видите, написано. «Подпишитесь, чтобы загрузить тренинг АИМ КСГО 2 Dark». Ну, давайте подпишемся. Опа. Есть. И теперь, что нам надо сделать? Нам надо включить Global Offensive. Так. Вот мы в контре. Нажимаем «Играть». Одиночная игра с ботами. Из мастерской. Опа. Смотрите, что у нас появилось. Очень и очень интересно. Выбираем без ботов. И нажимаем «Начать». Мы на верном пути. О, да. Я выбираю спецназ. Но потому что не люблю я террористов. Нехорошие они люди. А вот спецназ хороший и благородные ребята. Огромный выбор оружия. Если ваша основная игра не Counter-Strike, то вам надо выбрать что-то нейтральное, что не будет вам, скажем так, во-первых, в тягость, во-вторых, что не будет портить ваш основной АИМ. То есть вам не надо будет привыкать к какой-то отдаче. Самое нейтральное оружие – это, конечно же, пистолеты. Выберем вот этот. Мне он больше всего нравится. Так. Подходим сюда. Столько всяких надписей на английском. На самом деле все очень просто. Есть классический режим. Будут появляться какие-то точки на секунду, там, на полсекунды. Вам надо сбивать. Но я предлагаю вам использовать последний режим. Опа. Нажали. Последний режим напоминает нам Mission Red и другие флэш-игры. Будут появляться мишеньки. И вам надо будет их сбивать. Появляться они будут достаточно быстро. Хотя это будет зависеть от вот этого параметра. Это скорость, с которой появляется следующая мишень. Здесь у нас сейчас стоит 0,6 секунды. Здесь можно выбрать цвет. Здесь размер мишени. Пусть стоит стандартный. 12 у меня. Можете сделать больше, если хотите. Тар-лимит. Это то количество мишеней, которые, если появятся, вы проиграете. То есть одновременно не должно быть 7 мишеней. Должно быть всегда меньше 7. Собственно говоря, победа или поражение нас не интересует здесь. И вообще здесь, как таковой победы нету. Если вы набираете 1000 очков, то есть настреляете 1000 мишеней, то просто обнуляется счетчик и игра продолжается. Нижние shots failed, вот это, да. Это выстрелы, которыми вы промахнулись. На самом деле сюда можете не смотреть. К сожалению, этот параметр не работает нормально и справа. Ни с того, ни с сего может один выстрел засчитаться как 300 сразу, например. Но это не важно. Нас интересует вот все. Последний режим. Пусть здесь стандарт будет. Здесь какой вам цвет. Больше нравится. Здесь, соответственно, это самый главный параметр, respawn time. И я играю сейчас в основном на 0.4, но для простоты и удобства покажу на стандартном 0.6. Можете, если вам сложно, играйте и на полторы секунды. Так, 0.6. Ну что ж, давайте приступим. Я предлагаю для игроков Warface, Call of Duty, Battlefield, тренироваться на первые позиции. Вплотную к барьеру. Почему? Потому что в этих играх основное прицеливание, наведение, оно попроще, чем, скажем, в контре или в квейке. И поэтому сверх точно не надо стрелять. Не нужно большое расстояние. Зато в этих играх достаточно большая динамика, передвижение. Есть рывки, подкаты всякие и так далее. Поэтому наиболее важно для нас быстрое прицеливание на, скажем так, при больших поворотах. Поэтому я предлагаю использовать именно первую позицию. Нажимаем старт, стреляем в него. Поехали. И вот таким образом вы тренируетесь. Я тоже так тренируюсь. Я тренируюсь на скорости 0,4. Это очень быстро, на самом деле. До этого я тренировался на скорости 0,5. Сейчас тренируюсь на 0,4. Итак, вот мы стреляем, стреляем. Видим вверху счетчик 51, 52 и так далее. Нам надо настрелять 1000 и продолжать стрелять. Именно так, да. Если вы проиграли, набрав несколько сотен, то все нормально. Если вы набрали больше трех сотен, то это вполне ваша скорость. Вам надо найти такую скорость, когда 1000 вам сложно набить. Да, но при этом, возможно, вы можете набить 1000, если сосредоточитесь. То есть это будет самая хорошая скорость. Действительно продуктивная ваша АИМ, ваши реакции будут улучшаться. И это, я считаю, замечательно. И так, я думаю, вполне нормально тренироваться в течение получаса. Я обычно тренируюсь в последнее время 30 минут. Наибольший эффект дает тренировка примерно 40 минут. Но на тренировку 40 минут она все-таки утомляет. И в последнее время я отказался от нее. Рекомендую 30 минут. Это такая золотая середина. Вы хорошо разогреетесь. Привыкнете к мышке перед игрой своей, да. Вот. Разогрейте нервную систему. Заодно потренируйте свой основной АИМ. Как видите, здесь никаких особенностей нет в такой стрельбе. А это, по сути, практически тот же Mission Red. То есть это очень похоже на флэш-игру. Все то же самое. Можно еще быстрее сделать скорость, больше сделать мишеньки. И будет практически та же флэш-игра. Но в чем серьезное отличие? Во флэш-игре вы используете чувствительность мышки Windows. А здесь вы играете со своей чувствительностью. Да-да, именно со своей. Потому что в Counter-Strike настроить точно такую же чувствительность, как, скажем, в Call of Duty, Battlefield, Warface и любой другой игре, не составляет никакого труда. Потому что в контре все это очень-очень точно можно настроить. Прямо до миллиметра. Как это делается, вы сможете найти сами. Там ничего сложного нету. Консольные команды, либо бегунком прямо в меню Counter-Strike. Также хочу заметить, что следует, как и в вашей игре и Windows в Counter-Strike в меню есть такой параметр, как акселерация, ускорение мыши. Если вы не используете акселерацию, отключайте ее. Если же вы используете акселерацию родную в Windows, а не в играх какую-то, то посмотрите, чтобы у вас было отключено прямое подключение мыши, тогда параметры Windows будут влиять на поведение мышки в Counter-Strike. И, соответственно, отключите акселерацию в контре, но сделайте прямое подключение мыши. Точнее, отключите прямое подключение мыши. Тогда это будет как раз та же чувствительность, что у вас в вашей игре. Однако, как я уже говорил, я рекомендую играть без акселерации. Соответственно, выключаем акселерацию в Counter-Strike и настраиваем чувствительность, чтобы она была точно такая же, как в вашей игре. Пока я с вами разговаривал, у меня уже больше 440 мишеней, 450 уже и так далее. Вот, и так до 1000, и, соответственно, ну, мне это немножко не очень интересно, что-то очень медленно, да, вот я пробук вот так вот играть, 0.4, очень круто, играть тяжело. Вот, я тоже не всегда выигрываю, чаще даже проигрываю, но это заставляет меня реально напрягаться, это действительно разогревает меня. Вот, не надо копировать мою скорость, почему? Потому что, хотя попробовать, конечно, стоит. Просто я-то играю уже не первый день в этом тренажёре. Я играю уже... у меня написано, что в Counter-Strike я отыграл больше 90 часов. Поскольку в саму Counter-Strike я играю крайне редко, я не фанат этой серии игр, то, как вы понимаете, я отыграл в основном на этом тренажёре больше 90 часов. Тренируюсь я перед каждой игрой в Warface. Я захожу сюда и отыгрываю полчаса. Вот, примерно так это происходит. Играть очень тяжело, но через полчаса уже всё намного легче, интереснее. И, соответственно, когда я прихожу в Warface, поставить хэдшот или убить кого-нибудь рывком с дробовика, никаких проблем не составляет. Примерно вот так это делается. И я так дохожу, соответственно, до 1000, появляется 3-0. Но обычно на 0-4 всё-таки я отдыхаю несколько минут и дальше потом играю, потому что на 0-4, конечно, сильно напрягает очень. И так вот, такая тренировка монотонная в течение получаса. И всё, хватит. Можно идти играть, получать удовольствие. И так, друзья, я всё сказал, всё разжевал, как обычно. И вам осталось только действовать. Какой метод избрать, классический, либо мой, решайте сами. Но я верю, что у вас всё получится, если вы будете это делать. Поэтому, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нагибайте всех. Увидимся с вами.